Фердинанд, самая результативная самоходка Гитлера. Невероятный Фердинанд невозможно было ликвидировать в лоб, и встреча с ним в прямом бою почти всегда заканчивалась трагедией для экипажей танков-союзников. В истории немецкого вооружения был список так называемых вундервафе, которые считались супероружием. И хотя далеко не все из них были по-настоящему эффективными в условиях реального боя, однако некоторые все-таки в историю Второй мировой войны вошли. Ярким примером последнего является знаменитая самоходка, известная как Фердинанд, которую при наличии некоторых недостатков знали как одну из самых результативных на фронтах. А ведь в истории ее создания и эксплуатации есть немало занятных страниц. Как-то знаменитый конструктор Фердинанд Порше проиграл государственный тендер на создание тяжелого танка, коим в итоге оказался знаменитый Тигр от компании Хеншель. Однако наработки Порше отправлять на свалку истории не собирался, к тому же, он был настолько уверен в своей победе, что до объявления результатов начал производство шасси для будущей бронемашины. А так как тендер был проигран, то нужно было эти конструкции куда-то пристроить. Решение нашли нестандартное, вместо танка на базе шасси создали самоходку, которой предстояло эти самые танки уничтожать. А назвали ее в честь создателя, Фердинандом. Самое интересное, что количество выпущенных машин точно совпало с числом ранее собранных шасси, 91 экземпляр. Фердинанд, помимо впечатляющей истории появления, может похвастаться таким же вооружением. А все потому, что на него поставили одну из самых мощных противотанковых пушек, которые только воевали впоследствии на фронтах Второй мировой. Речь идет о длинноствольной ПАК-43 калибра 88 мм, которую первоначально разрабатывали как зенитку, но в результате переориентировали на уничтожение танков. Именно поэтому большая часть танков и самоходок противника Фердинандом истреблялись без особых проблем. Однако были исключения, небольшие сложности возникали при столкновении с советским ИС-2 и американским Першингом. Правда только на сверхдальних дистанциях. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Защитой у Фердинандов тоже было все неплохо, особенно, если говорить о лобовых атаках. Имея переднюю броню толщиной 200 мм, она оказалась защищена от большей части типов боеприпасов, которыми самоходку пытались уничтожить. О бортовой броне можно сказать, что она была не такой впечатляющей, как лобовая, но тоже очень эффективной. Впрочем, это совсем не значит, что Фердинанды были непобедимыми, самоходка не могла устоять перед атакой с воздуха, чем очень эффективно пользовались, в первую очередь, британские летчики. Проблема столкновения в ближнем бою для Фердинанда состояла в том, что в этом случае все ее минусы становились губительными и для нее, и для экипажа. Прежде всего, проблема была в медлительности машины, она по пересеченной местности двигалась со скоростью не более 15 км в час. А уж если речь заходила о мягком грунте, то там все было еще печальнее. Однако самым странным недостатком столь мощной на первый взгляд самоходки, было отсутствие пулеметов, которые могли бы справляться с пехотинцами. Без поддержки пехоты Фердинанд в ближнем бою был практически обречен, поэтому в ходе модернизации января, марта 1944 года в лобовой броне корпуса справа была установлена шаровая установка пулемета МГ-34. Боекомплект пулемета составлял 600 патронов. В эксплуатации Фердинандов тоже была большая проблема, из-за ее веса. Масса одной самоходки составляла 65 тонн, а это на добрый десяток тонн больше, чем имел легендарный танк Тигр. В итоге получалось, что если в бою или при других обстоятельствах повреждается гусеница, то ремонт машины становился практически нереальным, ведь ее было очень сложно эвакуировать. Огромная масса Фердинанда требовала использования не менее пяти тягачей, поэтому нередко происходила ситуация, что при поломке самоходки, в результате которой она больше не могла двигаться, члены ее экипажа сами доламывали ее, чтобы она не досталась врагу в рабочем состоянии. В Советском Союзе в разное время имелось не менее восьми трофейных комплектных Фердинандов в относительно рабочем состоянии. Их тщательно исследовали и подвергали экспериментальным обстрелам из всех образцов танкового и противотанкового артиллерийского вооружения для определения эффективных способов борьбы с ними. В итоге все они кроме одной, были сданы на лом, как и все машины, захваченные в сильно поврежденном состоянии. Использовались ли впоследствии эти исследования в дальнейшей разработке советской бронетехники, история умалчивает.